Сложная ситуация возникла в мировой нефтеперерабатывающей отрасли, страдающей от недостаточного производства дизельного топлива. Жаркая погода этим летом заставила заводы работать медленнее. В результате запасы на складах уменьшились, а цены на дизель поднялись. Эксперты связывают рост цен с несколькими причинами. Во-первых, это результат высокого спроса на дизельное топливо в Китае. А Китай, как известно, один из крупнейших импортеров топлива сегодня. И вторая основная причина Соединенных Штатов Америки, их нефтяных дистилляторов, в том числе и в дизельных. В середине уже августа объем топлива сократился до 115 миллионов баррелей, что на 18% меньше, чем в среднем за последние 10 лет. Необходимо отметить, что данный показатель стал одним из худших, когда он стал экологическим. Кроме того, на текущий момент запасы топлива в Европе достигли сезонного пика, это 248 миллионов баррелей. Но этот показатель считается значительно ниже обычного уровня для данного периода предыдущих лет. В данный момент действительно наблюдается дефицит на диз-топлива. В Соединенных Штатах уже фьючерс на диз-топлива превысили 140 долларов. И это довольно аномальный такой показатель, высокий показатель, конкретно для текущего момента времени года. В Европейском Союзе также рост на диз-топлива, рост цен на диз-топлива превысил 60% по последним данным. Ну, с чем это связано? Очевидно, это проблема предложения. Если перерабатывающие заводы не справляются, не могут предоставить удовлетворяющий спрос объема диз-топлива. Обостряет ситуацию несколько. Ситуация с тем, что Саудовская Аравия и Российская Федерация приняли решение сократить поставку нефти на мировые рынки. И, конечно, это также обостряет ситуацию. Стоит отметить, что рост цен на дизель традиционно является причиной ускорения инфляции. Дело в том, что это топливо широко используется в грузоперевозках, им заправляется больше 90% грузовых автомобилей и сельскохозяйственная техника. Поэтому рост цен на дизель увеличивает стоимость продукции для конечного потребителя. К тому же во многих странах наблюдается снижение уровня запасов. Запасы в США и Сингапуре на данный момент находятся ниже сезонной нормы. И в странах ОСР запасы ниже, чем 5 лет назад. Ну, надо сказать, что вообще запасы на дизель топлива на таком низком уровне оказались. И оказались они на этом уровне ввиду того, что также возник спрос на авиатопливо и на бензин. А это произошло в результате того, что после пандемии все-таки страны постепенно и вот уже более-менее окончательно стали открываться и было восстановлено авиасообщение. Больше стали удовлетворять спрос на авиатопливый медзин и дизель как бы остался в стороне. Поэтому, по мнению многих аналитиков, действительно, это больше проблема предложения. В настоящее время определенная часть нефтеперерабатывающих заводов уже не работает, отмечают аналитики. Кроме того, дефицит диз топлива может вырасти с наступлением зимнего сезона и неблагоприятных погодных условий, а также планового сезонного техобслуживания НПЗ. В связи с этим прогнозы экономистов довольно пессимистичны. Что касается именно прогнозов, то здесь до конца года скорее прогноз пессимистический, потому что, несмотря на меры, которые возможно принять по наращиванию, например, производства тез топлива, все-таки удовлетворить, скорее всего, возникший спрос полностью не удастся. И даже если, как объявлено, Китай также введет какие-то импортные, скажем, меры по сокращению импорта диз топлива, или если даже Саудовская Аравия и Россия станут наращивать поставки, тем не менее, пока нет такого решения, или, по крайней мере, оно не видно, по стабилизации более-менее цен на диз топлива через удовлетворение дефицита. На фоне подорожания дизеля по всему миру в ряде стран Евразийского экономического союза ввели определенные ограничения для регулирования цен. В том числе в России в сентябре введены ограничения на экспорт дизеля, а Казахстан ранее ограничил поставки в страны за пределами Союза. Между тем, говоря об Азербайджане, эксперты утверждают, что дизельное топливо страна в целом производит в достаточных объемах как для внутреннего рынка, так и для экспорта. В том числе в 2023 году производство дизеля стало расти. Что касается Азербайджана, то среди трех видов топлива, бензина, керосина и дизеля, на первом месте по запасам стоит у нас дизельное топливо. Дефицита также нет на рынке Азербайджана среди производства топлива. Так, наоборот, можно сказать, что среди этих трех видов топлива, на первом месте по увеличению производства, за один год стоит дизельное топливо. Так, относительно января-августа прошлого года, в этом году, производство увеличилось на 22,4% и составило, согласно данным Госкомстата, 1547,4 тысячи тонн в этом году. До сих пор азербайджанское топливо в основном поставлялось в Грузию, удовлетворяя 40% потребностей этой страны. После того, как Азербайджан запустит производство дизеля на полную мощность, список стран, куда его можно будет экспортировать, должен расшириться. Так, например, в Кыргызстане наблюдается довольно нестабильная ситуация с ценами на дизель. В 2022 году он подорожал почти на 30%. И для стабилизации цен Кыргызстан вполне может дифферсифицировать поставки нефтепродуктов за счет закупок из Азербайджана.